Из бесед на книгу «Бытия» Станем своей стороны заботиться о том, чтобы непрестанно благодарить Бога за всё. Мы для того ведь и созданы разумными, и столько возвышены над бессловесными, чтобы возносили к Создателю всяческих непрестанные хвалы и словословия. Он для того вдохнул в нас душу и даровал нам язык, чтобы мы, чувствуя Его благодеяние к нам, и признавали власть Его над нами, и выказывали свою признательность, и по силам своим возносили Господу благодарность. Если подобные нам люди, оказав нам какое-нибудь частое маловажное благодеяние, требуют за это от нас благодарности, не ради нашей, впрочем, признательности, но чтобы и самим прославиться через это, то тем более мы должны так поступать по отношению к человеколюбивому Богу, который хочет этого единственно для нашей пользы. Благодарность, приносимая людям за их благодеяние, умножает славу самих благодетелей, но когда мы возносим благодарность к человеколюбивому Богу, то умножаем свою собственную славу, потому что он требует от нас благодарности не потому, чтобы нуждался в нашем прославлении, но чтобы вся польза обратилась на нас же, и мы сделались достойными больших милости Его. Правда, мы не в состоянии достойно возблагодарить Его. Да и как бы мы могли, имея такую слабую природу? И что я говорю о человеческой природе? Даже бестелесные и невидимые силы, и начало, и власти, и Херувимы, и Серафимы не могут достойно возблагодарить и прославить Его. Однако ж, наш долг приносить посильную благодарность и непрестанно прославлять Господа нашего и словами, и добродетельной жизнью. Это-то и есть самое лучшее прославление, когда мы возносим словословие бесчисленными устами. Добродетельный всех, кто не смотрит на него, заставляет хвалить своего Господа. А словословие их привлекает в великую и неизреченную милость от Господа на того, кто побудил их к Нему. Что же будет блажение нас, если мы решимся не только сами собственными устами прославлять благого Бога, но и всех ближних возбуждать к совокупному с нами словословию? А такова сила добродетели и у одного человека, что может прославлять Создателя бесчисленными устами. Так, возлюбленный, ничто не может сравняться с добродетельной жизнью. Потому-то и Господь говорил, «Да светит свет ваш пред людьми, и довидит ваши добрые дела, и прославит Отца вашего, который на небесах». «Видал ты, как свет лишь явится, прогоняя тьму, так и добродетель своим появлением обращает в бегство грех, и рассеяв мрак заблуждения, возбуждает души взирающих на нее к словословию. «Постараемся же, да светят дела наши так, чтобы прославлялся Господь наш». И Христос сказал так не для того, чтобы мы делали что-либо напоказ, нет, но чтобы, живя честно и согласно с волей Божией, никому не подавали повода к богохульству, и своими добрыми делами располагали всякого, кто только видит нас, прославлению Господа всей твари. Тогда-то мы и заслужим от Него особенное благоволение, и возможим избегнуть наказания, и получить неизреченное благо, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу и Святому Духу, слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Аминь.